Здравствуйте, дорогие любители шахмат, члены клуба, другие подписчики на его каналы на YouTube и зрители. Меня зовут Евгений Гринис. Приглашаю вас на очередное учебное видео в шахматной школе Евгения Гриниса для тех, кто действительно хочет улучшить свою игру. В последнем моем видеоролике мы с вами увидели партию Роберта Фишера, а до этого партию Виктора Корчнова. А сегодня мы с вами посмотрим еще одну партию из творчества Виктора Корчнова, Корчной-Решевский, Амстердам, 1968 год, в которой было разыграно каталонское начало. Как и во многих других моих видео, так и в сегодняшнем, нам встретятся задания, как для разрядников, так и для начинающих. В анализе и оценке различных позиций в этом видео, мне, как и всегда, будет помогать мой личный друг, кроссмейстер, которого я в дальнейшем буду называть просто компьютер. Посмотрите на приведенную диаграмму. Эта позиция возникла после 16-го хода белых. Конь Ф3 берет на Д4. Сегодняшней партии. Сейчас ход черных. Задание для разрядников. Оцените создавшееся положение. Если вы видите преимущество белых, то обоснуйте по пунктам, в чем оно заключается. Нажмите на паузу. Ответ на этот вопрос мы узнаем, когда дойдем до этой позиции партии. Итак, наша сегодняшняя партия. Виктор Корчной, Самуэль Ришевский, Амстердам, Голландия, 1968 год. В данном видео использованы материалы и комментарии из книг Виктор Корчной «Мои 55 побед белыми», издательство Russian Chess House 2004 год, а также другие источники на английском языке. К моменту этой партии Корчному было 37 лет, а Ришевскому 57 лет. Корчной пишет «Летом 1968 года я играл в Амстердаме матч с Ришевским в рамках утвержденного ФИДЕ соревнования претендентов на звание чемпиона мира. Я лидировал в матче, мне удалось вскрыть непрактичность игры Ришевского. В каждой встрече он попадал в цикл нот, и его превосходство в стратегической постановке партии оказалось не столь важным фактором, как его поверхностная игра во второй ее половине, начиная примерно с 25-го хода». К этому надо добавить, что Самуэль Ришевский, как Ласкер или Корчной, был гением защиты. Правда, в свои лучшие годы. К сожалению, к закату его карьеры, великий защитник Ришевский почти не имел шанса в матче с Корчным, который являлся более молодой и энергичной версией самого Ришевского. Корчной выиграл матч со счетом 5,5 на 2,5, не проиграв при этом ни одной партии. С4 сыграл Корчной. Конь f6, конь f3, e6, g3, d5, слон g2, слон e7, рокировка, рокировка черных, d4, c6, компьютер забрал бы пешку c4. А Корчной пишет, теория уже давно установила, что простейший путь к уравнению dc, fc2, a6. А на конь e5 вместо ферзь c2, конь c6 или c5. Но не всем по вкусу, по стилю такая игра. К тому же, отставая в счете, мой противник стремится к сложной борьбе. b3. Мы достигли закрытого варианта каталонского начала. Избирая этот вариант, черные ощущают определенное чувство безопасности. Вопрос для разрядников. Черные могут ощущать себя в безопасности в данный момент. Но не избрали ли они одновременно супер пассивное построение? Нажмите на паузу. Надо отметить, что многие гроссмейстеры и особенно много клубных игроков выбирают против каталонского начала именно такое построение. Целью черных является, под прикрытием пешечных укреплений, подготовить в будущем выгодное для себя вскрытие позиций. Вот и компьютер оценивает данную позицию, как равную. Конь b на d7. Слон b2. b6. Ферзь c2. Корчной пишет. Белые разыгрывают дебют по установившемуся стандарту, развивая ферзя на c2, а с развитием коня b1 не спеша, чтобы на слон a6 иметь ответ конь b на d2. Слон b7. Корчной пишет. И в этой партии черные могли достичь примерного равенства, но развитие слона на a6 выглядит еще активнее. Другая, более активная возможность. Слон a6. Конь b на d2. c5. e4. Ладья c8. Еd. Еd. Ладья f на d1. Ладья e8. Ферзь f5. g6. Ферзь h3. cd. Конь взял на d4. Конь c5. С примерно равный игрой. Бореев. Бореев. Мильтон. Гавана. 2006 год. Возвращаемся к партии. Слон b7 была сыграна. Возвращаемся к партии. Возвращаемся к партии. Конь c3. е4. Еd. dc. 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 Слон берет на g2. Король берет слона. Слон берет пешку на c5. Ладья a на d1. Ферзь a5. Ферзь f5. И фигуры белых выглядят более агрессивными. Андерсон-Хансен. Матч Швеции-Дания. Хиня Руб. 1995 год. Возвращаемся к партии. Конь c3 была сыграна. Черные ответили ладья c8. Ладья a на d1. Диаграмма Корчнова. Который пишет. В закрытых дебютах линии c и d самые важные. Можно было бы ожидать, что именно на эти вертикали будут развиты белые ладьи. Но оптимисты, а таких оказывается подавляющее большинство, надеются, что будет сыграно е2-е4. И королевская ладья разобьет активность по полуоткрытой линии е. c5. Корчной пишет. Не самое худшее продолжение. Применялось здесь b5. После b5 белые обычно продвигают пешки вперед. c5. Захватывая пространство. Например, b4. Конь b1. Слон a6. Конь e1. Слон b5. Конь d3. a5. a4. Слон a6. Конь d2. С пространственным перевесом белых на ферзевом фланге. Хотя компьютер оценивает данную позицию как равную. Кентерас Решевский. Лон пайн. 1969 год. И мы возвращаемся в партии. c5. Было сыграно. И корчной ответил. cd. Конь взял пешку на d5. Корчной ставит к этому ходу вопросительный знак. И пишет. После этого хода белые без труда получают перевес. Много сложнее были бы их задачи после cd. В югославской энциклопедии Гулько советовал. Конь берет на d4. Конь берет на d5. Слон берет коня на d5. Слон берет на d5. Слон берет на f6. Точнее слон идет на f6. А если у белых преимущество после слон a8. Корчной. Конь d6. Якобы с большим перевесом. Пишет. Корчной. На самом же деле. После. Ладья c6. Конь d на b5. А6. Е4. Аb. Еd. Еd. Ферзь d2. Слон берет коня на c3. Слон берет слона. Конь f6. У черных все в порядке. Заманчиво выглядит. Де. Де. Еd. Но после ладья c7. Приходится отступать слоном на a1. После слон a1. Слон g4. Ферзь c1. Черные могут сыграть и наперевес. Путем b5. С последующим b5, b4. Лучше всего для белых. Ферзь d3. Вместо коня f5. Конь f6. Ферзь a6. С преимуществом у белых. Возвращаемся к партии. Конь берет на d5. Было сыграно. Белые сыграли. Конь берет коня на d5. Слон берет коня. e4. cd. Если слон b7, то конечно d5. И у черных большие трудности. Корочное. Ферзь e2. Слон b7. Конь берет на d4. И мы с вами подошли к позиции, которая была показана в начале данного видео. И в которой было дано задание для разрядников обосновать по пунктам, в чем заключается преимущество белых. Преимущество белых заключается в следующем. Первое. Черные несколько отстали в развитии. У них еще не выведен ферзь и не соединены ладьи. Второе. Черный ферзь опасно расположен на линии d. А на ход ферзь c7 у белых есть тактический ответ. Конь b5. Третье. Черные должны постоянно следить за возможностью жертвы коня на e6. Например, после слона h3. Надо сказать, что компьютер дает в этой позиции белых сравнительно небольшой перевес. Корчной пишет. Сейчас белые угрожают побить на e6. Сразу или после слона h3. Например, a6. Конь берет на e6. f7. f7. Ферзь g4. Слон Ф6 Е5 Слон берет слона на Ж2 Еф Однако после Ладья Ф7 Вместо слона Ф6 Еф берет пешку на Е6 Слон Ф8 Черные поставили бы Целесообразные жертвы под сомнение Но на А6 Сильно Слон Х3 Восклицательный знак И от угрозы взятия на Е6 Конем или слоном Нет удовлетворительной защиты Возвращаемся Возвращаемся К партии Конь берет на Д4 Было сыграно Слон 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 Цепя Компьютер сыграл бы так же А Корчной пишет Защищаясь Защищаясь от угрозы Жертвы на Е6 Решевский просматривает Следующий ход белых И вынуждается К невыгодному Размену Заслужила внимание Ферзь Е8 С идеей На Конь Б5 Ответить Слон А6 Б4 Компьютер сыграл бы Так же А Корчной ставит К этому ходу Восклицательный знак Слон Взял коня На Д4 Корчной пишет Нелегко расставаться С таким слоном Но Принять жертву Было еще хуже Я заготовил Следующий вариант На слон берет На Д4 Конь берет Пешку на Е6 ФЕ Ферзь Б5 Слон С3 Ладья берет Коня на Д7 Слон С6 Ладья берет Ферзя на Д8 Слон берет На Б5 Ладья берет На Ф8 Шаг Король берет На Ф8 Задание Для начинающих Каким ходом Белые Выигрывают Фигуру В данной Позиции Нажмите На паузу Белый Использует Связку По линии С Ладья С1 И теряется Слон Но компьютер Показывает Лучшую защиту За черных Ферзь Е8 Вместо Слон С3 Ферзь Берет Слона На Б4 Слон А6 Ладья Ф На Е1 Конь С5 И активность Черных фигур Компенсирует Двух слонов Белых Возвращаемся В партии Слон Берет На Д4 Было Сыграно Ладья Вела Слона На Д4 Ферз Е7 Ладья Ф На Д1 Конь Ф6 Б5 Вопрос Для Разрядников В чем Идея Этого Хода Белых Нажмите На Паузу Корчной Ставит К этому Ходу Восклицательный Знак И пишет Фиксируя Черные Пешки Ферзевого Фланга На Черных Полях Ограничивая Подвижность И ограничивая Подвижность Слона Противника А это Также Означает Что Черные Даже В глубоком Эншпиле Должны Будут Считаться С Переводом Белого Слона Через Е5 На Б8 За Пешкой А7 Ладья Ф На Д8 Перс Д3 Ладья Взяла Ладью На Д4 Перс Взял Ладью А6 Ф3 Задание Для Разрядников Объясните В чем Заключается Идея Последнего Хода Белых И в чем Заключается Преимущество Белых После Этого Хода Нажмите На Паузу Корчной Пишет Типичное Для Каталонского Начало Расстановка Пешек Белопольный Слон Переводится На Другую Диагональ Вообще Два Слона В этом Положении Серьезный Перевес Но Выиграть Партию Быстро Не Удастся У Черных Немало Ресурсов Защиты Подведем Итоги Первое Белые Слоны Превосходят Слона И коня Черных Второе Пешки Ф3 И Е4 Ограничивают Слона Черных И белые Готовят Перевод Своего Слона На Ф1 Третье Белая Ладья Более Активна И более Опасна Чем Ладья Черных Четвертое Белые Имеют Определенное Преимущество В пространстве Ладья Ц7 Сыграл Решевский Решевский Провоцирует Белых На Размен Ферзей Его план Перевести Коня Через Д7 На Ц5 Корчной Пишет Черные Наметили Интересный План Разменять Ферзей И Перевести Коня На Ц5 Но Спешат С его Осуществлением Правильно Было Сначала Увести Короля На Х7 Добавим Еще Что Активная Ладья Ц2 Просто Проигрывала Пешку После Ферзь Д8 Шах Ферзь Ф8 Лучше Ферзь Берет Ферзя Шах Король Берет Ферзя Слон Берет Коня На Ф6 Ж Ф Ладья Д7 Слон Ц8 Ладья Берет Пешку На А7 Возвращаемся К партии Ладья Ц7 Было Сыграно Ферзь Д8 Шах С Берет Ферзя Ладья Берет Ферзя Шах Король Х7 Слон Е5 Корчной Ставит К этому Ходу Восклицательный Знак И пишет Теперь Черным Не удастся Перевести Коня На Ферзевый Фланг Ладья Ц1 Шах Слон Ф1 Если бы Белый Вместо этого Сыграли Король Ф2 То Задание Для Разрядников Как Могли бы Ответить Черные В этой Позиции Нажмите На Паузу В этом Случае Черные Могли бы Ответить Жертвой Слона Слон Берет Пешку На Е4 И На Ошибочный Ход Белых ФЕ Задание Для Начинающих Как Играли Б Черные В этой Позиции Нажмите На Паузу Черные Могли бы Сделать Вилку Колю Конь Ж4 Шах Король Е2 Конь Берет Слона На Е5 С лишней Пешкой И большим Преимуществом У Черных Возвращаемся К партии Слон Ф1 Был Сейчас Угрожает Слон Берет На Ф6 И Ладья Д7 Лишевский Сыграл Слон С8 Слон Б2 Ладья Ладья С7 Лишевский Лишевский Слон Слон Д3 Ладья Берет Слона На Б2 Е5 Шах Ж6 ЕF Слон Б7 Ладья Д7 Слон Берет Пешку На Ф3 Ладья Берет На Ф7 Шах Король Ж8 Слон Берет Пешку На Ж6 Слон Е4 Задание Для Начинающих Начинайте Искать Мат Черному Королю В этой Позиции Нажмите На Паузу Белые Играют Ладья Ж7 Шах И в случае Король Х8 Задание Для Начинающих А здесь Уже Можно Увидеть Форсированный Мат Черному Королю Несколько Ходов Как играют Белые В этой Позиции Нажмите На Паузу Белые Играют Ф7 Шах Король Ф8 Ладья Х8 Шах Король Ж7 Ф8 Шах Шах Король Берет Слона Ж6 Задание Для Начинающих Поставьте Мат В один Ход В этой Позиции Нажмите На Паузу Белые Ставят Мат Ходом Ферз Ф4 И возвращаемся К партии Где Лишевский Сыграл Ладья С7 Белые Ответили Ладья Ф8 Слон Б7 Корочной Пишет При Король Ж6 Е5 Конь Д5 Слон Д3 Шах Черный Король Становится Объектом Атаки Например Король Х5 Лучше Ладья Ж8 Ж6 Король Ф2 Слон Б7 Слон Е2 С идеей Ф3 Ф4 Ф4 Пишет Слон С querer Слон Слон Ладья d7, король f2, король g6, ладья b8 и черные парализованы. Возвращаемся к партии. Слон d3, белосыгран. Ладья d7. Слон c2. Задание для разрядников. Могут ли черные играть ладья d2? Проанализируйте конкретные варианты, говорящие за и против этого хода. Нажмите на паузу. В партии Решевский так и сыграл. Ладья d2. Корчной ставит к этому ходу вопросительный знак и пишет. Теперь ловушка срабатывает. После ладья c7 белым, вероятно, пришлось бы вернуться слоном на d3. Ладья d7. Ладья d7. И далее на f1. Поскольку на намеченное слон b1, черные могли ответить ладья d7. e5 шах. Конь e4. Восклицательный знак. Слон берет коня на e4. Слон берет слона. f2. Ладья d1. Шах. Король f2. Ладья d2. Шах. Король e3. Ладья берет слона на b2. Ладья берет пешку на f7. Ладья берет пешку на a2. Возвращаемся к партии. Ладья Д2. Было сыграно. И Вишевский. Ответил. И Корченой в этой позиции сыграл. Ладья берет пешку на Ф7. Восклицательный знак компьютера к этому ходу. Ладья взяла слона на С2. Слон взял коня на Ф6. Король в Ж6. Ладья взяла слона на Б7. Король взял на Ф6. Ладья взяла пешку на А7. Диаграмма Корченова. Корченой пишет. В итоге у белых две лишние пешки. Ладья на втором ряду. Все же недостаточная компенсация за материальный урон. Чёрные сыграли Ж5. Или Х5. Х4. Ладья Б2. А4. Ладья А2. Ф4. Ф4. Ладья Г2. Е5 шах. Король Ф5. Ладья берет пешку на Ж7. Король Е4. Ладья Б4. Король Ф3. Активный король не поможет чёрным, так как им не хватает слишком много пешек. Король Ф1. Ладья А2. Задание для начинающих. Как белым избежать мата по первой горизонтали в этой позиции. Нажмите на паузу. Белые продолжают. Король Е1. На король Е3 снова с угрозой мата. Белые пойдут король Д1. Если чёрный король пойдёт на Д3 снова с угрозой мата. Он получит шах ладьёй с Д7. Должен будет куда-то уйти. И опасность для белого короля исчезнет. А лишние пешки останутся. Поэтому чёрные играют. Ладья берёт пешку на А4. Ладья берёт пешку на Б6. Король берёт пешку на Ж3. Ладья берёт пешку на Е6. Ладья берёт на Ф4. Б6. Король берёт на А4. Б7. Ладья Б4. Ладья Е7. Король Ж5. Ладья Ф7. Король Ж6. Е6. Ладья Б6. Король Ф2. Ладья Б3. Ладья Д7. А4. Е7. Король Ф7. Задание. Задание для начинающих. Как белые могут выиграть в этой позиции. Нажмите на паузу. Белые могут выигрывать следующим образом. Ладья Д8. Король берёт пешку на Е7. И Б8 ферзь. Ладья берёт ферзя. Ладья берёт ладью с лишней ладьёй. Возвращаемся к партии. Ж5 была сыграна. Корчуна сыграл ладья А7. Король Ж6. Ладья Б7. Ладья взяла пешку на А2. Ладья взяла пешку на Б6. Король Ф6. У чёрных не хватает двух пешек. Но белый король отрезан под первой горизонтали. И не может помочь своим проходным пешкам. Тем не менее, несмотря на это обстоятельство, у чёрных нет никаких шансов. Ф4. ЖФ. ЖФ. Король Ф7. Ладья Б8. И чёрные сдались. Задание для всех. В чём заключается техника реализации материального преимущества белых? Пусть это будет задание на расчёт вариантов. Я буду произносить варианты. А ваша задача следовать анализам настолько далеко, насколько вам удастся сделать это в голове, не переставая, не передвигая фигур. Когда я закончу произносить варианты, я, конечно, покажу их все на доске. На паузу нажимать в данном случае не нужно, потому что надо слушать варианты, которые я буду произносить. Итак, я начинаю называть поигрывающие варианты. Белые выигрывают после. Ладья А2 на Б2. Ставя ладью сзади проходной пешки. Б и отрезая белого короля по второй горизонтали. Или другой вариант. Ладья А4. Ладья А2 на А4. С нападением на пешку Е4. В этом случае белые играют. Б5, Б6. Ладья А4 берет пешку на Е4. Б6, Б7. Ладья Е4 на Б4. Теперь надо отскочить ладьей. Ладья А4. Ладья А4 берет пешку на Б7. Ладья А4 на Н7 шаг. Стандартная комбинация в ладейных эндшпилях Когда у одной из сторон пешка находится на предпоследней горизонтали Вернемся к вариантам после ладья А2 на Б2 Вместо ладья А4 Ладья А2 на Б2, ставя ладью сзади проходной пешки Б Черные играют, белые играют в этой позиции Б5, Б6 Король F7 на G7 Не давая ладье пойти на H8 F4, F5 Подключая вторую проходную E6 берет на F5 E4 берет на F5 H6, H5 B6, B7 Король G8 Король G7 на H7 F5, F6 Угрожая F6, F7 Король H7 на G6 Ладья B8 на G8 И превращение пешки в ферзи стоит черным ладьи Король G6 берет на F6 B7, B8 Ферзи Ладья B2 берет на B8 Ладья G8 берет на B8 С лишней ладьи Ну а теперь давайте посмотрим эти варианты на доске Ладья B2 Ставя ладью сзади проходной пешки И отрезая белого короля по второй горизонтали Или другой вариант Ладья A4 Нападением на пешку E4 B6 Ладья берет пешку на G4 B7 Ладья B4 Теперь надо отскочить ладьей Теперь надо отскочить ладьей Ладья H8 Воспитательный знак Ладья берет пешку на B7 Ладья H7 Шах Стандартная комбинация В ладейных хэнспелях Когда у одной из сторон Пешка находится На предпоследней горизонтали Вернемся к вариантам После Ладья B2 Белый играет B6 Король G7 Не давая ладья Пойти на H8 F5 Подключая Вторую проходную EF EF H5 B7 Король H7 F6 Угрожая F7 Король G6 Ладья G8 Шах И превращение Пешки в ферзи Стоит черным ладьи Король берет на F6 B8 Ферзь Ладья берет ферзя Ладья берет ладью На B8 С лишней ладьи И так В этом видеоролике Мы с вами увидели Партию Виктор Кольчной Самой Берешевский Амстердам Голландия 1968 Год Которой Было Разыграно Каталонское Начало Я надеюсь Что видео Вам понравилось И было Полезным Для вашего Развития И улучшения Вашей игры Если это так Ставьте лайки Нажимайте на рекламу И поддерживайте Мой канал Финансово По ссылкам В описании Подписывайтесь На канал Нажимайте Колокольчик Чтобы получать Извещения О выходе Новых Видеороликов Выполняйте Все правила Клуба И после этого Оставляйте Комментарии Кстати В этом видео Я снова Спрятал Так называемое Пасхальное Яйцо Кто найдет Тот молодец До свидания До новых Встреч Продолжение следует